Очередь с улицы переместилась к прилавку. Еду в новую столовую доставили в больших бочках. В меню гороховый суп с тушенкой, гречкой, колбасой, сырок, дружба, хлеб и чай. 77-летняя Мария Сосулина приходит питаться в социальную столовую довольно давно. Она признается, пенсии в 10 тысяч рублей едва хватает на самое необходимое. За квартиру пять отдай, пожрать. Как следует не подрешь. Если по-доброму. Сыр дали. Что нам еще надо? Колбасу дали. Ну что еще надо? Вот я взяла, но ничего. Деньги не трачу. Еду здесь дают по талонам. Пять штук на неделю. При этом можно приходить каждый день и использовать один талон. Или же использовать все сразу и взять еду на неделю. Рязанцы используют и тот, и другой способ. Блюдами большинство посетителей социальной столовой довольны. Столова чистая, хорошая, мне понравилась. И суп все. Все хорошее. Суп гороховый. Да, все гороховый. Вкусно? Да, вкусно. А вот новым местом расположения довольны не все. По словам Ирины Тугушевой, в основном сюда приходят инвалиды. Она сама всю жизнь проработала на вредном производстве. Теперь имеет вторую группу инвалидности. Сына женщина похоронила, поэтому питание в социальной столовой для нее серьезная поддержка. Но не всем по силам преодолеть пролет даже в несколько ступенек. Не каждый инвалид может спуститься в подвал. Люди разные все мы. Кто-то ходит нормально, а кто-то ходит с палочкой, кто-то трясется, кто-то. Это вот тоже очень большое дело. Вера Гаврилина приезжает каждый день из рощи уже три года. Инвалид второй группы получает пенсию меньше 9 тысяч рублей. Помочь ей некому женщин одиноко. Она скептически относится к тому, что столовую перенесли с улицы Радиозаводской. Там им нравилась и кухня, и место расположения. Привозная еда. Хватит ли ее на вот это вот на наше количество, сколько мы придем. Потому что вы знаете, раньше там так, там не хватило второго. Они быстренько запарили макароны там, гречку. И опять горячее принесли. Супа не хватило, у них уже там на подходе он стоит суп-то. Тогда что-то закинули, опять принесли. Плюсы у переноса столовой в новое здание все же есть. Она расположена рядом с несколькими остановками общественного транспорта. На улице Циолковского, дом 6. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».